В основном принцип этих всех хождений хороводных, принцип одинаковый для всех. У казаков, я говорю, что это не было доминантным жанром. Это так, они песенки, песенки, ну там вышли немножко, поиграли, да и все. Но тем не менее, значит, пока вас не тянут, вы не идете. То есть вот он повел вас, да? Раз, раз, цепочка пошла потихонечку, да? То есть в смысле, что вы не идете самостоятельно вперед к нему, да? Тогда у нас получится все хорошо. И, ребята, и здесь такая еще штука, такая штука. Восхождение не в ритм, то есть вы не должны идти. Понятно, да? Вы идете, как идете, просто и поете. Вот и все. Хорошо? Но вам нужно просочиться, а вы чуть-чуть, чуть-чуть, да? И там его пропустите. И при всем при этом все поем, с ума сойти сколько задач. Пошли, ой, да, и мы начинаем сразу, и прям вот, ой, да, мы и пошли. Пошли, ой, да, мы и пошли, да. Слава Богу. ПЕСНЯ 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 а сейчас а а а а а а а и а а а и и и и и а а и а а мы просто вытравим мы сейчас мы только словами сразу распеваем моментально то есть не думаем с вами не учим по 50 раз а мы просто вытравим по той же самой схеме и а а а а и Ольга, а мы просто там, мы трагина, ты трагина. А я, ради мою, не забывай, не забывай, не забывай. Гениально. Значит, смотрите, друзья, несколько слов перед тем, как идем дальше. А чем же вы вытравите, вытравите вот здесь хитро. А чем же вы вытравите, вытравите. Это мы сейчас запоем, вытравить, да? Друзья, вот вся эта история с хороводами, да, вообще я хотел о ней сказать, это очень такой сейчас момент очень часто с такого спекулятивного содержания. Вот хоровод, глубокий сакральный какой-то смысл, там и так далее, и так далее, как бы древнейший. Насколько он древний, судить не нам, вот совершенно точно не нам. Вот, но тем не менее, вы должны понять его, все-таки, основную задачу, да? Вот вы вышли, вот представляете, вот обычно начинали вот это все вождение, как только первый проталинки, значит, да, как только первый снег сошел, чуть-чуть потеплее, значит, казачки красивые, казаки, все самое-самое такое, да, на себя, ну, понятное дело. И вот друг с другом, глаза в глаза, вот в этот момент времени происходил выбор пары, вот в данной ситуации, как бы этот хоровод, он как бы именно на это был направлен, потому что девушку выбирали, ребята знакомились, то есть это не... Это именно как бы функцию имеет такого общения, да, общения как бы и совместного пения, потому что мы насиделись уже. Ну хватит, давайте поиграем песни, давайте, тут прекрасный совершенно повод есть, да, весна. Вот, ой да, 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 ой да Ой да, а мы конёв выпустим, выпустим. Ну понятно, да? Конёв выпустим. Ой да, а мы конёвы выпустим, выпустим. А мы конёвы выпустим, выпустим. А мы конёв выпустим, выпустим. Ой да, а мы конёвы выпустим, выпустим. А мы конёвы выпустим, выпустим. А мы конёвы выпустим, выпустим. Смотрите, здесь тоже есть. Ой, ой да, а чем жа? Вы спрашиваете. Вы ловите, да вы ловите. Пошли. Ой да, а чем жа? Вы ловите, да вы ловите. а 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 Песня «Ой да, а мы коней выкупим!» 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 А мы дадим сто рублей, сто рублей. А мы дадим сто рублей, сто рублей, сто рублей. Ой, да нам не надо сто рублей, сто рублей, сто рублей. А мы дадим сто рублей, сто рублей, сто рублей. Ой, да чего же вам надо? Чуть-чуть нельзя. Мне осталось еще, 15 лет все. Еще пару лет. Ой, да почему же надо? Надо, 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 надо. Ай, говорю, не дадим. Да, 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 да. Друзья, вот, ради этого все мы верим. Наконец-то. Что мы делаем дальше? Дальше происходило следующее. Парни, да, парни между собой. Особенно жена и парни. Ну как это было, да? Или даже, даже если, то есть, могли, могли. Да, с кем-то женат, как бы, да, ну там, первый год родить еще могли. Да? Что происходит? Мы выбираем девушку. Например, да, то есть они живут с собой. Ну, с одного, которого всех знают, друг друга. Так, 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 поглядим, поглядим. Ну, они уже все знают, что сейчас будет происходить. Вот на нее указали. Что происходит дальше? Смотрите. Вы запеваете песню. И идете теперь таким образом. То есть он вам сказал? Ой, да, а нам надо девять. Ой, да, а нам надо девять судей. Смотрите, что вы идете. Вы идете. Вы расцепляетесь. 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 Да, у тебя нет? Да. Вы ее отходите. Отходите. Отцепляете. Отцепляетесь. И вместе вот в таком. А ты идешь с нами, да? Мы. Да, 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 да. Забрали. 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 Вот таким вот ее. Вот таким вот ее. Кружочком взяли. И расцепились, как вы стояли. Сначала ребята. Да, да, да. Стоялись. Да, да, да. Не, не, не. Сама пошла. Сама пошла. Значит, смотри. Ты как бы прошла. Вот тебя отцепли. От общей массы тебя отцеплили. Ты прошла одежды с ними. И потом как бы встала. Ну, к кому ты встанешь. Я не знаю, конечно. Но какому-то парню. Скорее всего. К тому, кому я указал. Рядом встанешь с ним, допустим. И все. И, собственно, после этого. Мы сейчас это сделаем. Вот ради этого. Представляете? А потом они еще поют. Ну, как бы здесь я не знаю. А вообще есть текст, что в нашем полку прибыло, а не жалуются. Нет. А сначала в нашем полку убыло, а не жалуются. А в нашем полку убыло. А в нашем прибыло. А в нашем прибыло. Да. То есть. Вот об этом речь. Ой, да, нам надо, да, бна, дедя. Да, да. Ой, да, нам надо, да. Девицу, девицу, да. Друзья, кто у нас идет? Мы. Ну, мы уже договорились. Ну, мы уже договорились. Мы договорились. Все договорились, еще не ходили. Хорошо. Ну, пошли. Ой, да, нам надо, да, дедя. Я удачу, да, деду. А, я удачу, да, деду. А, я удачу, да. А, я удачу... А, я удачу, да деду. Да, деду. А, я удачу, да, деду. Ну, и, ваше мнение, как поглонное себеルенитом, да. Друзья, ну вы понимаете, вот сейчас я забуду на вождение в течение с какими-то минутами. Хорошо, значит мы передохнем с вами немножко. Сядьте, пожалуйста. Друзья, ну это не значит, что вы все забыли. Это значит, что в конце мы с вами все это еще раз пройдем. Друзья, ну конечно, как вы понимаете, что здесь мы по закону фразы, не только протяжем. Да, мы сейчас с вами возьмем одну крестовую петлю. Так уж принято казаков исключительно ассоциировать с такими пляшущими, крутящими шашки, бойнями, которые выскакивают, делают какие-то нереальные трюки. А девушки-казачки в таких коротких юбках крутятся вот так вот. Ну, на самом деле, есть очень много мифов с этим связано. Ну, во-первых, с казаками в первую очередь. Это миф о том, что там, да, шашки, шашки как бы, вот эти вот все крутили очень красиво и фланкировка это называется. Да, 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 вот фонкировка, вот это все очень хорошо. Я к этому отношусь исключительно положительно для некой вообще физической подготовки, для некого такого, ну, где-то элемента, скажем, да, такого, ну скажем, сценического элемента. Но в традиции, вы знаете, был у меня разговор с одним дедом, штаница Бухановская, как можно сказать, городской области. Михаилыч Пономарёк, Царство Небесное, он 10-го года рождения, 1950-го года рождения. Вот мы приезжали, с ним разговаривали. Вот он рассказывал, что там, да, Михаилыч, вот скажите, вот, ну вот, было, а он несколько воин прошел, то есть он такой, как казак, который, ну, казак, да? Просто бесконяя, без сил. Вот, он казак настоящий. Вот он мне говорит, Андрей говорит, а какой, говорит, смысл? Вот у казака, говорит, если удар до шашки, то, говорит, это на повалу. Если, говорит, он бьет, бьет, если пикает, он ходит, то, говорит, это сразу насмирь. Вот, говорит, скажи, зачем ему во время боя, вот этот навык ему, скажи, зачем он нужен? Во время боя ты будешь скатать, и как в фильмах самурая, которые там очень красиво делают всевозможные акробатические тюбы, вот ты будешь, говорит, скатать, вот, ну, тебя же тут же сразу привьют сразу, моментально, сразу привьют. То есть все это было связано с практичностью, именно боевой практичностью. Вот, то есть, естественно, естественно, это неплохо. Вот, ну, уж когда женщины начинают, или девушки начинают красиво в таких, как это называется? В мужской одежде. Да, в мужской одежде, у нас там в Самаре и такое есть, значит, этими шашками крутить, то я всегда спрашиваю на каких-то конкурсах или где-то, я спрашиваю, милая, скажи, пожалуйста, а ты больше человек умеешь? Вот, как бы, это хорошо, это все очень хорошо, прекрасно. Ну, когда там казачки, значит, становились, казаков нет, они не говорят, а мы становились там. Друзья, ну, а кто не становился на защиту своего культура или хутора, когда, вот, приходилось? Ну, кто не становился? Ну, брали. Ну, исторический опыт показывает таких примеров достаточно много. Брали вилы, брали ружья, казачки брали шашки, начинали защищать. Вопрос не в этом, вопрос, опять же, в необходимости этого всего. Ну, у казаков очень четкий такой, как бы, регламент женского и мужского. Вообще, в традиционной культуре он очень-очень важен. То есть, если это женщина, если это хозяйка, конечно, на ней держится, в общем-то, чрезвычайно много. Особенно в отсутствии казака. Вот. Вот очень многие держатся. Но, как бы, вот эта вот грань, она все равно очень четко чувствовалась и соблюдалась. Вот. Хотя по темпераменту женщины на грану, они несколько другие отличаются от вот этой вот средней нашей, скажем так, полосы. Потому что, ну, вы увидите, я вам буду показывать видео, материал по пляску казачьей, женской. Вы посмотрите, что там они вытворяют. Вот. Но это отдельный разговор. К этому мы с вами приступим после обеда, да? Ну, после перерыва. Вот. Поэтому, вот такие, значит, истории. Еще, что хотел сказать, да, что песни. Значит, огромное количество песен у казаков, конечно же, плюсовых. Вот. Но корень казачьей песни протягивается, да? Значит, «На летех опер...» Большая река. На летех опер купался и бабер. Купался бабер, купался черной. Не выкупался, да, лишь вымарался. Да? Попробуем споем. Вот, мы сейчас там получим. Она поставит, поставит. Ай, на реке копер, купался бабер. Ай, купался бабер, купался черной. Купался бабер, купался черной. Не выкупался, да, лишь вымарался. На берег выходят отрехи волосей. На берег выходят отрехи волосей. По трехе волосей, да, оглядывался. По трехе волосей, да, оглядывался. Не идет ли кто-то, не ищет дьявол. Не идет ли кто-то, не ищет дьявол. Охотничке рыщу, черно-бобра ищу. Вообще километр, да? Видите, нам не хватает третьего. Третьим будешь, хочется. Потому что нет вот этого серединочки. То вверх, то вниз, да. Я не могу тоже, меня держать вниз нужно. Видите как? Вы теперь все знаете. Друзья, мы сейчас послушаем мы-то чего? Мы-то чего пели? А вот сейчас как вот танц поют, вот запись я сейчас вам поставлю. Вы сейчас послушайте. Красота немоверная. Там смешанный состав тоже. Ну, вы теперь знаете, о чем здесь. Сейчас вам будет понятно, да? Поставлю, послушайте. Опять заглох. А зачем… А зачем ты…